Первыми россиянами, побывавшими в Сибири, стали новгородцы. Они ходили за камень, так раньше называли Урал, уже в 12 веке, и возвращались с пушниной, солью и серебром. Но освоение Сибири началось только через 400 лет. Правителем сибирского ханства тогда был хан Кучум. Он старался расширить свои владения и поощрял набеги на российские земли. От них особенно страдали купцы Строгановы. Царь Иван Грозный из-за Ливонской войны не мог отправить войска к восточным границам. Вероятно, тогда Строгановы и обратились за помощью к казачьему атаману Ермаку Тимофеевичу. Его дружину обеспечили провиантом и транспортом. В сентябре 1581 года отряд из 840 человек отправился в путь. По рекам на 80 судах добрались до Уральских гор. Нести лодки через перевал пришлось на себе. Сибирских татар казаки встретили только следующей весной и стали выигрывать бой за боем. Цель ставилась изначально тоже достаточно такая конкретная, высокая цель. Взять столицу Сибирского ханства и разгромить Кучума. В значительной степени эта задача была выполнена. В ходе нескольких боев значительные силы хана Кучумы были разбиты. Он покинул столицу и Ермак со своей дружиной эту столицу взяли. Атаман отправил посольство в Москву, чтобы сообщить Ивану Грозному о победе. Тот одарил казаков и отправил в Сибирь дружину из 500 стрельцов. Тем временем Ермак обещал защищать татар от соседей, если они станут подданными русского царя и начнут платить есак, то есть дань, с оболинами шкурами. Им обещали преференции всевозможные, отсрочки платежа. Их соблазняли какими-то подарками. В общем, был такой ход пиар-акции всевозможные. Те, кто приходят добровольно, платят дань, они не только начнут платить меньше, чем платили раньше бывшим хозяевам, но они еще и получают разные подарки. Одни соглашались платить дань, другие покинули Сибирь и перебрались в Среднюю Азию. Но контролировать огромные территории небольшому отряду казаков было непросто. Приходилось постоянно находиться в стычках и с непосредственно воинами Хана Кучума, и с отдельными отрядами местных племен. И постепенно казаки теряли в боях и личный состав, и еще тогда не было четкой политики освоения этих земель. Поход Ермака длился 4 года. В августе 1585-го ночью на его отряд напали татары и перебили спящих казаков. Атаман попытался спастись, переплыв Иртыш, но его погубил подарок Ивана Грозного. Ермак всегда носил сразу две кольчуги, подаренные царем. Плыть в них он не смог и утонул. Но освоение Сибири продолжалось. Через год был основан первый русский город – Тюмень. Следом еще один – Тобольск. Через 5 лет на восток начали переселять крестьян. Но набеги Кучума продолжались. Окончательно разгромить его войск удалось только через 13 лет после смерти Ермака. В ирменском сражении участвовало меньше тысячи воинов, но оно имело огромное значение. Фактически было ликвидировано вот это сибирское ханство Кучума. Через некоторое время, когда умер его сын, и номинально оно уже перестало существовать. И, в общем-то, это сражение завершает вот такой важный первый этап освоения Сибири российским государством. Следующий этап начался уже после Смутного времени. Первым русским городом, заложенным при Романовых, стал Кузнецк. А точнее, Кузнецкий острог. Простая деревянная крепость с восьмию башнями. Только в 17 веке на нее нападали 30 раз, но так и не смогли захватить. Кузнецкий острог назвали, потому что на этих землях жили татары-кузнецы. Они ковали железо, установив горн прямо в юрте. Несмотря на то, что шурцы жили среди угольного бассейна, но тогда каменный уголь еще не использовался. Использовался, вот пережигали березовые дрова, как правило, именно береза шла в первую очередь на древесный уголь. И использовали его в качестве необходимого топлива для металлургического процесса. По истечению порядка трех часов на дне вот этой печи оставались куски железа с какими-то примесями. Из него делали все, от котлов и сковородок до наконечников стрел. В 18 веке в Кузнецке появилась земляная крепость. А в начале 19-го и каменная, единственная в Сибири. Строили ее для защиты от Цинского Китая. Цинская империя претендовала на сибирские земли, в том числе на территорию, на которой находится город Кузнецк. Артиллеристы оставались до 1842 года. Когда Китай полностью был уничтожен западными державами, была топиумная война, Китай топиумную войну проиграл и фактически перестал представить собой угрозу для России. Вот тогда оставшиеся войска с крепости вывели. В итоге крепость так и не участвовала ни в одном сражении. К началу 20 века Кузнецк был похож на большую деревню. Здесь жили всего 4000 человек, а каменных зданий было 13, 4 из которых – церкви. Все изменилось в 1929-м. Началось строительство Новокузнецкого металлургического комбината. Тысячи комсомольцев рыли промерзший грунт. Владимир Маяковский был поражен масштабами стройки и написал об этом свои знаменитые стихи о Кузнецк-строе и о людях Кузнецка. Темно-свинцово ночи, и дождик толст, как жгут. Сидят в грязи рабочие, сидят лучину жгут. Сливеют губы с холода, но губы шепчут Влад. Через 4 года здесь будет город-сад. При заводе действительно появился сад-город. Так назывался рабочий поселок. Вскоре он войдет в состав города, который переименуют в Новокузнецк. К 1939 году его население выросло на 4354%. А завод занял первое место в СССР по выплавке стали. В годы Великой Отечественной войны здесь изготовили броню для 50 тысяч танков и 45 тысяч самолетов. После победы был запущен еще один гигант – западно-сибирский металлургический комбинат. Если мы ослабимся хоть на минуту, если мы с вами хотя бы на минуту забудем о своей главной задаче, нам никто не простит. Страна ждет сталь. В 2011-м два завода объединились. Они работают и сегодня. Костяк промышленности нашего города, он продолжает развиваться, продолжает действовать. И, в общем-то, с его работой во многом связано будущее нашего города Новокузнецка. А в настоящем Новокузнецк – самый большой по площади город Кузбасса, жители которого работают с металлом, как и много веков назад. Новокузнецк Новокузнецк Новокузнецк